Не первый раз с Олимпиком на последних, что называется, на последней минуте вырываете победу? Ну да, тяжело с Олимпиком, но самое главное, что удалось забить этот мяч и играли все по финальному сестру. Но в забитом голе как бы до этого моменты тоже были, и почему не удалось реализовать? Ну это футбол, бывает нет моментов и пропускаешь, бывает есть моменты и не можешь забить, но я не могу сказать, что в первом тайме у нас была куча моментов, в первом тайме вообще без моментов прошел, во втором более агрессивно играли в атаке и начали появляться моменты. Наверное для новых защитников Динамо это не кишок, когда против киевского Динамо так играет соперник в обороне? Да нет, я думаю, они знали в какой клуб они приходят, так что мы изучали хорошо Олимпик, мы знали как против нас будет играть, так что в принципе я думаю, что ребята знали, что будет такая карта. Сегодня дебютировал Томаш, как тебе его игра? Хорошо, 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 когда дебют с победой. Сергей Ревнов сказал, что он скромный парень, такой даже гол не праздновал, когда забили. Может сил не останутся? Не, нормально, ну пока конечно тяжеловато, да, еще где-то не совсем друг друга понимаем, но нужно понимать, что он там еще и месяца в команде нет, поэтому... Самое главное, чтобы от игре к игре прибавлял, я думаю, что это хороший защитник и принесет много пользы Динамо Кирилл. В первом тайме, мало что, в парень помещалось, но в первом тайме вы начали смещаться в центре, и у вас появилось больше свободного раскраска, моменты, появились властей. Сами почувствовали, что там, скажем так, вы можете получить мяч или же вам подсказал тренерский штаб в перерыве? Ну, конечно, конечно, подсказал тренерский штаб, увидели, что со мной играет плотно левый защитник, и попросили больше уходить в средину, чтобы как-то разнообразить наши действия в атаке. Какой сейчас микроклимат в команде в связи с второй встречи Риди, уход того же Макаренко неожиданно? Да, у нас нормальный микроклимат в команде, всегда был нормальный. Конечно, конечно, там тяжело расставаться с друзьями, но это футбол, и тут нужно двигаться дальше. Поэтому я могу пожелать Жене Макаренко, Мараесу, Сане Гладкому, Громову только удачи в новых клубах. Мы всегда на связи, так что в любой момент можем друг друга поддержать. Появление по сегодняшней игре Морозюка и Сидорчука можно ли сказать, что вы реально усилили ребята? Ну, раз забили мяч, значит, конечно, усилили. Этот вопрос, наверное, лучше задать главному тренеру. Ну, в целом, потенциал молодого «Динамо», как его сейчас называют, каков? Я думаю, все видят, что молодые ребята выходят и не просто отбывают номер, а бьются за ту эмблему, которая у них на груди. Это самое главное. Конечно, где-то есть ошибки, но я думаю, что эти ошибки пройдут с опытом. Когда будет сыграно какое-то определенное количество игр, ребята немножко возмужают, и такой клуб, как «Динамо» Киев, получит хороших игроков. А как оценишь сегодняшнее качество поля? Вот все-таки первый матч на Олимпийском в 2017 году. Ну, я не знаю почему, но что в прошлом году, ну, уже года два точно, ну, поле оставляет желать лучшего. Я не хочу там никого, да, обидеть. Понятное дело, люди работают, но даже если там сравнить с полем в Запорожье, то в Запорожье было бы поле намного лучше. Спасибо. Спасибо.